Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой недели. Соответственно, открываем мы сегодня новую пятидневку. Осталось до окончания 2016 года. У нас две, по сути, полноценные недели. Я очень надеюсь, что мы, будучи с вами терпеливыми, скажем, инвесторами, которые ждут своего часа, своего времени, смогут еще реализовать те цели, которые были поставлены по ряду инвестиционных активов. Ну, также я очень надеюсь, что многие из вас, возможно, знакомы с творчеством Вадима Азиланда по поводу трансерфинга реальности и уже давно визуализируют достижения многих профитных ориентиров. Хорошо, что та фундаментальная картина, которая складывается на финансовых рынках, основанная на росте доллара, это серьезный базис для реализации поставленных целей. Но все-таки и мы должны также поспособствовать через наши такие мысленные, вербальные интервенции, которые мы посылаем на рынок, тому, чтобы приблизить, собственно, наши с вами трейды к очень хорошему закрытию по итогам сегодняшнего года. Справедливости ради отмечу, что по большинству активов у нас осталось совсем символичное количество пунктов, учитывая то, что цели были долгосрочные и поскольку мы вправе можем рассчитывать, потому что под занавес 2016 года, собственно, так же, как и под занавес любого другого, есть такое понятие, как новогодняя рождественская ралли, соответственно, какой-то, скажем, виток роста волатильности нас непременно еще будет ждать под самое окончание этого весьма насыщенного года. Мы продолжим с вами следить за новостным фоном и параллельно делать ставку на все те инструменты, на которые делаем традиционно, анализируя, опять же, исходя из тех фундаментальных событий, которые еще должны случиться до конца 2016 года. Не забывайте, что сегодня, помимо брифинга, у нас есть возможность встретиться еще в 16.30 по московскому времени. Это время начала нашего традиционного еженедельного вебинара «Правильный понедельник», который посвящен оценке основных макроэкономических событий прошлой недели. Еще раз пробежимся по основным релизам, посмотрим, каким последствиям они привели к динамике тех инструментов, которые, в принципе, и базируются на новостном фоне и в движении, от чего приходят. Поставим ориентиры на эту неделю и, собственно, этими ценовыми ожиданиями закроем наш вебинар. В 16.30 по московскому времени с огромным удовольствием от всех приглашаю и, разумеется, с огромным удовольствием попробую ответить на те вопросы, которые, может быть, у вас уже есть, либо появятся еще в ходе даже сегодняшнего брифинга, либо самого вебинара. А теперь давайте перейдем к нашему традиционному набору инструментов. Начнем мы с динамики черного золота и нет, и, в принципе, того, что наблюдается на рынке сейчас. Клосс торговой сессии пятницы и, в принципе, завершение всей недели 55.26. Сейчас актив торгуется чуть повыше 55.57. Признаю, что я вошел в короткую сделку с отменкой 53.5 и несколько оступился, потому что вместо того, чтобы рынку скорректироваться дальше, трейдеры, инвесторы, которые по-прежнему покупали, нашли основания, чтобы усилить, собственно, восходящее движение и нарастить те длинные сделки, которые у них уже были в арсенале. Поэтому, учитывая, что ордер на продажу был открыт с уровня 53.5, сейчас лично по моим сделкам наблюдается просадка. В частности, как действовать сейчас? Учитывая, что новостной фонд в целом не меняется, давайте прямо сразу разберем его из важных и интересных событий. Стоит отметить, что приурочим, опять же, к позитиву, связанного с заявлением Кувейт о том, что я делал акцент в начале, собственно, прошлой недели на то, что Кувейт уже обратился к своим партнерам и сообщил о том, что, будучи регионом, который поддержал соглашение ОПЕК, вынужден, опять же, снижать объемы отгрузки. Ближе к концу прошлой недели, точнее, в пятницу, об этом сообщил и Саудовская рай. Поэтому настроения трейдеров, которые покупают нефть, конечно же, улучшились, потому что все сразу стали говорить о том, что ОПЕК следует делам за столом. И действительно ограничивает производство, что в целом может стать причиной восстановления баланса спроса и приложения. Но это только пока ожидание, потому что мы не можем говорить сейчас по реальным цифрам, по фактам, потому что новых цифр у нас нет. Нужно, чтобы прошел месяц, и мы оценили объемы добычи в рамках ОПЕК. Мы знаем то, что, исходя из соглашения, ОПЕК должен производить не больше 32,5 миллиона баррелей в сутки, потому что иначе проблему перепроизводства и перенасыщения решить не удастся. Я с нетерпением буквально жду следующий релиз. Мы его в конце следующего месяца уже сразу же подведем, сделаем на него очень большой акцент. И уже попробуем поставить следующую долгосрочную цель на 2017 год, потому что может быть с рынком энергоэзусов дальше. Пока позитив, судя по всему, превалирует, и он позволяет трейдерам делать дальнейшую ставку на покупку. Как я уже отметил, 55-57 сейчас котировки. Если актив пойдет выше 56, я снова покину этот актив и буду ждать возвращения этого инструмента ниже 53 долларов за баррель. Что касается тех факторов, которые можно сейчас использовать, чтобы оправдать коррекцию, не забываем про сильный доллар и обращаем внимание на статистику по количеству нитяных терминалов платформы США. Baker Hughes. Собственно, мы настраивались на то, что количество превысит 500 штук. Наши ожидания были оправданы, потому что сейчас, исходя из последнего отчета, количество терминалов составляет 510 против 498. Конечно же, такой рост скажется на объемах добычи, увеличении производства в США. И я надеюсь, поскольку продолжаю ставить на снижение нефти, то, что добыча со стороны США, со стороны Нигерии, Ливии, которые регионы, которые были исключены в соглашении, нейтрализует то ограничение производства, которое сейчас вроде бы как фиксируется по отдельным ближневосточным государствам и странам, которые не входят в Содружество ОПЕК, но которые также поддержали эту сделку. Можно сказать, что фундамент сейчас балансирует, собственно, как в пользу медведей, так и в пользу покупателей. Но поскольку я традиционно все-таки стараюсь глубоко анализировать фундамент, ищу много статистики, подтверждений, идеи, которые должны были оправданы, мы сейчас видим то, что перевес, наверное, может быть незначительный, но все равно по-прежнему в пользу медведей. Ждем новых сигналов, ждем новой поддержки для идеи, которая будет способствовать снижению этого актива. Рубль против американца 61.58. Видим то, что пара снова карабкается вверх постепенно. Хорошо то, что рубль сейчас не слишком бодро реагирует на восстановление цен на нет, но, возможно, понимает то, что сейчас уже, по сути, экстремумы, которые можно было достигнуть на рынке энергоресурсов, ценовые экстремумы, они уже достигнуты. Поэтому стоит дальше настраиваться на снижение, которое приведет к девальвации национальной валюты. И то, что Центральный банк России в пятницу решил сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне, это тоже очень многое значит, поскольку из тех комментариев, которые были сделаны на постфактум решение, было очевидно то, что монетарные власти России также опасаются, что в случае снижения цен на нефть может резко возрасти давление на курс национальной валюты и снова привести к спаду потребительской активности. Конечно же, если это произойдет, то самый, наверное, лучший вариант и самые лучшие условия, которые можно создать на российском валютном рынке, это условия жесткости монетарной. Жесткость монетарная, она как раз и определяется высокими процентными ставками. Поэтому Центральный банк России, несмотря на наличие условий, предпосылок, исходя из снижения индекса потребительских цен, решил более не снижать пока процентную ставку, а ставить ее на прежнем уровне в 10%. Реакция, в принципе, была довольно-таки сдержанной, но, как я уже отметил, с ожидания слабости нефти, мы можем настраиваться на то, что закрытие 2016 года и в целом декабря месяца будет, я практически не сомневаюсь, выше отметки 63,5. Европейская валюта против доллара. Сейчас с актуальной котировки 1,0460, поднялись мы с лоу 1,0365, но фундаментальная картина по-прежнему сигнализирует о том, что и не только фундамент, но и техника, потому что мы уже пробили 14, по сути, летний минимум. И единственное, на что можно сейчас сделать ставку, это на тестирование уже более глубоких уровней ценовой поддержки. Сходится у нас в едино, по единым фронтам мнений техника и фундамента. С фундамента, пожалуй, из актуальных новостей стоит отметить статистику по торговому балансу, которая вышла в пятницу. Мы с вами уже говорили о слабости экспорта. В целом он стал причиной в пятницу снижения профицита торговых операций. Помимо этого, еще больше внимания стоило уделить отчеты по индексу потребительских цен, поскольку он является определяющим в тех инструментах экономического стимулирования, которые используются Европейским Центральным Банком. И даже несмотря на восстановление цен на нефть, индекс потребительских цен все равно находится на очень низком значении. В годовом 0,6%. Напомню, что цель для ИЦБ является значением в 2%. И судя по последним прогнозам, Европейский Центральный Банк не сможет дотраться до этого ориентира даже в перспективе ближайших 2,5 лет. А вот что касается месячного отчета, то здесь снова зона дефляции минус 0,1%. Спад ниже нуля против прошлого роста на 0,2%. Очень нерадужные припосылки для будущих показателей. Я знаю то, что на рынке есть позиция трейдеров, которая сигнализирует о том, что если цены на нефть растут, то, соответственно, можно строить такие же оптимистичные ожидания по росту инфляции. Но, мне кажется, эта идея уже несостоятельная, потому что цены на нефть находятся на очень высоких значениях давно. При этом индекс потребительских цен никак не может выкопаться со столь скромных значений, которые мы наблюдаем сейчас. Именно поэтому Европейский Центральный Банк вынужден продлил действие программы количественного смягчения, даже без определения каких-либо фиксированных сроков. Но пока что предварительно до конца 2017 года, что в целом будет дальше приводить к росту баланса, увеличив денежную массу, поскольку Европейский Центральный Банк пытается простимулировать потребительскую активность. И для европейской валюты это, безусловно, очень серьезный негативный фактор, который нужно иметь в виду. Замкнул торговую сессию в пятницу Питер Проед с очередным выступлением, отметив то, что мы знаем этого экономиста, главного экономиста Европейского Центрального Банка. Мы знаем его, потому что он неоднократно сигнализировал о необходимости сохранения мягкой экономической политики. Каждый раз, когда нам доводится, собственно, послушать, что он говорит, мы лишь убеждаемся в том, что само руководство Европейского Центрального Банка действительно вынуждено констатировать те слабые тенденции к макроэкономическим, которые имеют место быть, и, соответственно, готовит постепенно рынок к тому, что низкие процентные ставки и программа количественного значения – это новая реальность для всей еврозоны, с которой нужно жить, и это реальность, которую, наверное, не скоро удастся конвертировать в нечто благополучное для Европейского Союза. Еще, если добавить и политические риски, то совсем все плохо. В частности, Питер Проед сделал акцент в этот раз не на показатель инфляции, а на то, что впереди в рамках еврозоны очень серьезные политические риски, которые базируются на выборах во Франции и в Германии. И именно поэтому отметил Европейский Центральный Банк единогласно принял решение о продлении действий программы количественного смягчения. То есть факторов для распродаж европейской валюты у нас по-прежнему очень много, мы с вами ждем паритета. И если мы в ближайшие дни, я надеюсь, до конца 2016 года сможем все-таки протестировать, ну, к примеру, уровень 1.03, может быть, даже 1.02, а с небольшим, это будет, конечно же, замечательно, потому что это станет очень хорошим подспорьем, чтобы уже в первом квартале 2017 года уж точно коснуться паритета. Наша цель с вами остается неизменной, мы по-прежнему ждем этого значения. Долг японской иены. Здесь, я думаю, останавливаться не будем, поскольку уже очень много времени было посвящено резонансу и анализу событий заседания ФРС США. Мы подтвердили тот факт, что американский регулятор нашел массу условий для того, чтобы дальше ужесточить монетарные политики. Смирились с тем, что это серьезный триггер для роста американцев, и, в принципе, все прекрасно видели, как этот фундамент отразился в динамике курса доллара, особенно против японской валюты, где мы увидели переписи очередного многомесячного максимума. Поскольку мы с вами достигли нашего целевого ориентира, я рекомендовал вам покинуть эту валютную пару. И, несмотря на то, что понимаю прекрасно, что пара доллара и японская иена будет расти и дальше, и точно упрется, как минимум, в районе 20-ти кем против американца, боязно мне сейчас рекомендовать вам сохранять эти длинные позиции. Поскольку очень велика вероятность сейчас технического отката, очень велика эта вероятность, поскольку рынок в любой момент может переосмыслить, опять же, те будущие реформы, которые вскоре будут инициированы Трампом. И переосмысление, опять же, этих реформаторских порывов могут быть уже связаны с более скромными ожиданиями по экономическому росту в рамках американской экономики. Я очень не хочу столкнуться с такой переоценкой на хозяйстве в длинных сделках, в длинных позициях. Поэтому рекомендую вам все-таки сейчас держаться подальше от покупок пары доллара и японская иена. Если все-таки хотите рискнуть, ну, да, здесь нужно покупать. Если не хотите рисковать, а хотите поискать более стоящий фундамент, точнее, более аргументированную поддержку, ну, нам тогда нужно подождать следующий отчет, важный, который будет в первых числах января. Еще раз оценить, подождать, может быть, вплотную подобраться к инаугурации Трампа, это ближе к концу, и взвесить, опять же, те за и против дальнейшего роста американцев, которые уже будут на рынке к этому моменту. Но пока следим за американцем, за новостным фоном и все-таки ставим на рост доллара, тем более, что он нам необходим, опять же, против ряда тех рисковых инструментов, которые мы также торгуем с вами, по которым мы еще не добрались до нашей цели. Евро против доллара, в принципе, уже разобрали, USD и иена, также, понятно, фунт против американца. Сейчас мы с вами видим то, что пара торгуется, одну секундочку, на отметке 1.2479, с локального хай уже отступили очень сильно, порядка трех фигур, поскольку локальный хай был чуть ли не на уровне 1.28. Почему фунт снижается? Потому что побаивается сильного доллара, потому что побаиваются комментариев Карни о новых стимулах через возможное снижение процентной ставки, что вполне вероятно, если дело дойдет снова о разговорах о крайне негативных последствиях Брэкзита. Напоминаю то, что для фунта грядет очень серьезное событие, это событие, связанное с решением фактическим, которое будет озвучено ближе к середине, может быть, даже к концу января, Верховным судом Англии по поводу полномочий, либо у парламента, либо у правительства Англии по поводу инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора, статьи, которая должна стать, собственно, точнее дать зеленый свет окончательной процедуре выхода из Англии, состава Европейского Союза. Мы это с вами событие ждем, понимая то, что оно может стать серьезным фактором резонанса в движении фунта, и я надеюсь, что позволит нам все-таки добраться до нашей с вами цели 1.21. Не рассматриваю я по-прежнему покупок фунта, потому что не вижу для этого никаких оснований. Мы корректируемся сейчас, цели у нас 1.21, то есть получается нам нужно чуть больше 350 пунктов сейчас. Казалось бы, круто, но фунт очень волатильный инструмент, и если сейчас доллар снова покажет себе характер, тогда риску придется отступать. Мы видели, как на прошлой неделе за пару дней фунт потерял, опять же, вот три фигуры. И сделать это еще, скажем, под занавес 16-го года, а пройти аналогичное движение, ну, расплюнуть. Если доберемся до отметки 1.21, в 2016 год у нас будет по всему спектру инструментов один из самых результативных в плане доходов по большинству инвестиционных идей. Австралийцы против доллара сейчас торгуются на отметке 0.7289. Здесь в одном шаге мы от нашей цели 0.72. Новозеландец против американца. Здесь мы коснулись с вами нашей цели 0.70. Раз это произошло, тогда покидаем этот твое валютных активов и радуемся, благодарим рынок за еще одну прекрасную инвестиционную возможность, которую мы с вами использовали и получили профиль. Евро против свиси. Здесь ждем еще большего давления на европейскую валюту и ждем, что это давление простимулирует валютные интервенции со стороны Национального банка Швейцарии. Пока мы от профильного значения далеки, но я думаю, что в первом квартале 2017 года сможем оказаться выше отметки 1.0850. СНП, американский фондовый рынок, главная бенчмарка, по-прежнему торгуется вблизи исторических максимумов. Я уверен, что мы до конца этого года окажемся выше 2300 пунктов и уверен, что вы разделяете такую же позицию. Золото 1138.90. Здесь не нужно спорить с ростом доллара, который по-прежнему очевиден. И то, что на рынке сейчас очень много интересных инвестиционных идей, которые сопряжены с риском, это, конечно же, позволяет трейдерам искать все большую доходность именно в них, нежели их оставить на золото, которое сейчас, хоть и предсказуемо, но все-таки имеет больше шансов на слабость. Поскольку соперничать с таким мощнейшим фундаментом, которого мы не видели очень давно, американского происхождения, драгметаллы не в состоянии. Золото варится, с этим нужно смириться и нужно, собственно, ждать следующего целевого значения, ориентира. Это 1130 как минимум, хотя я уверен, что мы сможем фиксировать значение поменьше. Из важных отчетов сегодняшнего дня, в 12.00, ИФО-статистика, мы видели то, что серьезно просел показатель экспорта Германии, в целом еврозоны. Я надеюсь, что, исходя из таких показателей, будет крайне нелогично сейчас увидеть хорошее ожидание бизнес-артинизма со стороны промышленных. Это было бы парадоксально даже. Поэтому я сегодня ставлю на слабые цифры и, соответственно, на локальные факторы давления на евро. В 17.45 будет отчет по активности в сфере услуг США, но, как и всегда, жду хорошего релиза, потому что активность в этом секторе американской экономики сейчас продолжает оставаться на многонечных максимумах. Не забывайте, что вам до конца этого месяца доступен уникальный бонус на пополнение в размере 20.17. Это наш, скажем, рождественский новогодний подарок, который направлен на то, чтобы минимизировать негативные последствия волатильности, которая на рынке еще будет проявлена до конца 2016 года. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Увидимся, соответственно, завтра в 9.30 по московскому времени. Ну, либо сегодня на вебинаре правильный понедельник, который пройдет в 16.30, также по Москве. Всего доброго. До свидания.